Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем делать маленькую шляпку, вуалетку. Итак, для неё нам понадобится кусочек кружева. В данном случае я взяла тёмно-серое кружево. Нам понадобится атлас, такого же серого цвета, но стального и намного светлее, чем само кружево. Почему именно? Потому что у нас наше кружево будет накладываться на этот атлас. И атлас будет просвечивать через кружево. Вот это у нас будет основа нашей шляпки. Поэтому нижняя часть должна быть светлее, нежели наше кружево. Или, в принципе, наоборот. Допустим, если у вас светлое кружево, значит тёмный подклад. И ещё нам понадобится для вуалетки вот такая арканца. Она как бы стальная. И цвет её между вот таким тёмным и между вот таким светлым. Что-то очень хорошо соответствует к этому. И поэтому мы её будем использовать. Итак, выкройка нашей вуалетки вот такая. То есть она у нас будет небольшого размера. Сейчас я вам скажу, у меня по длину 15 сантиметров, ширину 12 с половиной. И с одной стороны на расстоянии 7 сантиметров я сделала вот такой подрез. И примерно складочку заложу такую небольшую. Вот Елене и привела. Я их сейчас соединю. Вот эту линию с этой линией, видите. Соединяю. И внешне у нас будет наша вуалетка. Вот так вот выглядит. Так вот она сбоку выглядит. Вот. То есть это не просто вот плоский такой овал, да. А немножко, то есть по размеру головы. Но опять же, здесь вот сильно, сильно большой угол делать не надо. Иначе она у нас будет, как вьетнамские вот эти вот панамы. Мы сделаем вот так легко огибаемую поверхность. Вот таким образом мы выкроили нашу схему шляпки. Теперь берём атлас и вырезаем таким образом на два круга. То есть один будет у нас идти внутрь, а внутри будет лежать. Другой будет сверху. Примерно вот так, чтобы с краёв у нас где-то было 2,5 см. Делаем припуск и выкраиваем две детали. Вот таким образом. То есть это мы выкроили с вами на вуалетку. Теперь берём кусок стекла и на нём будем с вами вырезать саму вуаль. То есть украшение для вуалетки, которое у нас будет идти. Вот. Это кусочек длиннее, который будет ложиться у нас примерно вот так. Вот сюда. Вот от того места, где мы с вами сделали прорезь. Вот прорезь и она будет у нас идти вокруг. Ширина нашей полоски ткани должна быть 8 см. 40-40 см. 80 см длиной, а шириной где-то 15 см. Должно быть 20 см. У меня здесь 18 см. Но не забывайте о том, что мы будем её сейчас с вами резать выжигателем. И она у нас по размеру немножко уменьшится. Я хочу краешек вуалетки сделать вот такой вот волнистый. И мы ставим полоску органзы. Кладём на стекло. И по краю, отступая где-то миллиметров 5 от верхушки, нагреваем наш выжигатель. И проходим вот так полностью. У меня шаблончик пластиковый, и поэтому он у меня немножко подплавляется. Но я думаю, на один раз мне как раз хватит. Поэтому, когда у вас такие вещи, вы можете даже прям не по самому шаблону резать, а чуть выше шаблона. Вот, и тогда... И тогда, в общем-то, получается неплохо. Таким образом, мы полностью должны сделать такой волнистый край. Выжигателем работать очень легко. И качество получается довольно-таки неплохое. Что касается вуалей. Вуалей везде продаётся. Вот у нас, например, надо заказывать в интернет-магазине. В магазинах обычных в городе вуалей нет. И поэтому, вот, приходится использовать подручные материалы. Хотя, в принципе, стоит заказать в интернет-магазине. Потому что вуалей, конечно, уже с обработанным краем. И будет достаточно интересно. Хотя, многие шляпы, конечно, делаются именно из настоящей вуали. А вот, если будет у вас вуалька из органзы, то это уже, в общем-то, какой-то креатив. Так что, здесь в этом есть свои плюсы. Вот таким образом мы с вами, смотрите, обработали край нашей полосочки. Теперь переворачиваем её на другую сторону. Делаем обычную линейку. Ровненько по линейке мы обрабатываем второй край. Потому что здесь вот у меня ткань не очень ровная. И потом, когда вы обрабатываете выжигателем, всё-таки ткань прижигается. И уже не будет она у вас махриться. Поэтому дополнительной обработки какой-то она уже не требует. Мы её просто потом возьмём ниточку с иголкой по краю, её просто присоберём и всё. И ниточки, вот, не дёргиваться у нас даже и не будут. Вот просто очень аккуратно. Вот таким образом мы полностью отправляем в вторую сторону нашей органзы. И то же самое можно сделать ещё с боковыми срезами. Мы их просто берём и так подравниваем выжигателем с одной стороны и с другой стороны. И теперь у нас уже сама вуалетка, да, вот вуаль, она готова. Можно сделать одну полосочку, можно сделать две полосочки. Это в зависимости от того, как вы хотите, в зависимости от того, сколько ткани у вас есть в наличии. Вот в данном случае у меня получилась вот такая полосочка. Теперь мы, может, выжигатель не понадобится, хотя, в принципе, я ещё рекомендую. Знаете, что вам сделать? Можно в нашей вуалетке сделать какие-то детальки, вырезать, например, кружочки вот по краю. Это делается очень легко. Просто берём вот и светим вот таким образом. Видите, каждой такой волны, фистончика, можно сделать вот такую дырочку. Отверстие. Лучше делать вот таким образом. То есть на весу держать ткань и кончиком выжигателя прям делать отверстие. Здесь получается где-то 2 мм отверстие. 2, может быть, даже 2,5 мм. Чем дольше держать это отверстие внутри, тем больше будет подплавляться ткань. Вот. Но, опять же, делать это надо очень аккуратно. Вот. И обязательно, чтобы не испортить ткань. Иначе придётся всё выкидывать и заново брать новую полоску и делать её заново. Хочу сказать, что всё-таки выжигатель для таких вот тоненьких тканей, это очень хорошая находка вообще для синтетики. Особенно для вот таких небольших дырочек делать их выжигателем очень даже здорово. Но единственное, что здесь надо смотреть, что когда светлые ткани, такие белые, например, И даже немножко, когда ткань обгорает, да, она немножко становится потемнее, да. И вот здесь вот именно в этой ткани, серой, вообще ничего не видно. Просто имейте в виду. Для светлых тканей лучше это сделать на маленькой полосочке, посмотреть, как это будет смотреться. И таких особых экспериментов не делать. Сначала сделать где-нибудь на ненужной ткани, да, немножко попробовать. И посмотреть, что можно, какие фигурочки, как можно, какие дырочки можно сделать. Но вообще, чтобы вот не было таких больших дырочек, да, и не было таких слишком прожигов, то лучше это делается это вот на просто на стекле. Там размер дырочек будет меньше, и прожига будет меньше. А здесь я хочу просто сделать вот таким образом. Я не знаю, как здесь вот видно, но, по-моему, видно. Вот так вот у меня обработалась ткань, мы ее откладываем. А сейчас здесь я вам покажу, вот смотрите, раз, раз, раз. Вот точечки прям вообще мельчайшие. Можно даже вот, смотрите, вот такие на белой ткани. Вот, очень легко сделать вот такие. Видите дырочки? Здесь они уже гореть не будут. То есть белыми, со светлыми тканями надо будет работать просто чисто вот на стекле. Ну, тогда просто надо очень хорошо научиться делать сами вот эти вот кругляшочки. Вот, можно вообще большие кругляшочки сделать, но просто это уже должен быть такой опыт у каждого. Наработать опыт, а потом уже делать это на оригинале. Итак, теперь займемся самой шляпкой. Но перед этим я еще вырезала из кружева такую же детальку, которую мы будем накладывать сверху, да, сверху, сверхушки. Итак, берем нашу основу. Теперь работаем уже с горячим клеем. Наносим немного клея и соединяем вот линии одну с другой. Вот так склеиваем нашу основу. Готово. Вот ее изнанка, вот ее лицо. Начнем работать с изнанки. У нас изнанка должна выглядеть не хуже, чем лицо. Сначала ее заклеим наверх, да, а потом уже займемся лицом. То есть, смотрите, что я сначала делала. Я сначала немножко, вот, на вот соединение здесь намажу клей. Накладываю нашу ткань. Вот это место чуточку прям вот так вот подклеиваю. Теперь беру, здесь буквально, буквально вот чуть-чуть. Мы просто слегка подклеили нашу ткань. И теперь все кончики нам нужно подклеить здесь наверх. Опять же делаем это очень легко. Сначала берем верх, вот, подклеили одну сторону. Теперь здесь вот ровненько выправляем и подклеиваем с другой стороны. Вот, так же весь клей расправляем, чтобы аккуратно было все изнанки. Теперь нам нужно подклеить вот так вот с боков здесь и здесь. С одной стороны выправляемся. Теперь с другой стороны. То есть, видите, четыре точки друг напротив друга. Это вот так, это должно быть. А теперь оставшиеся стороны подклеиваем прямо на лицевую сторону. И теперь между, вот здесь вот, все это делаем быстро. То есть, весь шов у нас будет на лице. Изнанка должна у нас быть красивой. Вот, что получилось у меня сейчас. Это у нас лицо. Теперь берем ножницы, все лишнее и обстригаем. Все складочки, которые получились, которые торчат, мы их просто берем вот так и обстригаем. То есть, поверхность вот эта, она должна быть ровненькая. И так, вот наша основка с изнанки готова. Теперь мы то же самое проделываем с лицом. Сначала наносим большое количество клея прямо здесь, вот на серединку. Накладываем нашу атласную деталь, да, на центр. И вот так ее фиксируем слегка. Теперь переворачиваем на изнанку. И теперь делаем вот что. Вот она у нас, вот эта сторона, достаточно большая. Мы ее будем обрезать с вами, как можно ближе к основанию. Где-то вот примерно, где-то вот на сантиметр. Остальное будем обрезать. Поэтому подклеивать мы будем прямо у самого-самого основания. Очень-очень аккуратно. Наносим клей. Берем верхушечку, прямо ее оттягиваем и подклеиваем. Прямо буквально-буквально вот здесь, видите? То же самое переворачиваем на противоположной стороне. Оттягиваем, видите? Мы растягиваем хорошо нашу ткань и придерживаем. Подклеиваем вторую сторону, смотрим. Теперь нам то же самое надо сделать вот здесь вот по центру. Опять же примеряем, придерживаем. Здесь уже должна быть максимальная аккуратность, максимальная. Если когда мы клеили первую сторону, здесь вот ничего и не будет видно, да? Если будет что-то неаккуратно. А вот именно, когда мы наклеиваем детальку с лица, то здесь надо быть очень внимательным. Клея не должно быть много. Он не должен быть виден, вот, с лицевой, так сказать. Хотя это изнанка, но он все равно как лицо будет выглядеть, да? Вот, теперь между ними, вот так вот, как бы по центру, да? Выбираем, опять же подтягиваем все. И тихонечку так подклеиваем. Здесь расправили, нанесли клей. Буквально чуточку клея подклеили. Опять подправили, нанесли клея, подклеили. Эта сторона у нас осталась. Опять же промазываем клеем и проклеиваем. Теперь все, что у нас осталось, мы берем, наносим клей и аккуратненько заводим оставшуюся часть. Стараемся сделать это так, чтобы вот этот кончик, краешек, да, очень-очень хорошо подклеился. И было как можно меньше складочек. То есть надо стараться вот вытягивать здесь, чтобы было все ровненько. Ну и так потихонечку мы полностью все обклеиваем нашу шляпку.